В понедельник 12 августа состоялась очередная оперативка правительства Республики Башкортостан и в своем вступительном слове Хабиров упомянул о визите в минувшую пятницу в республику куратора Поволжья от администрации президента Путина господина Комарова. Хабиров признал, что состоялся непростой разговор о грядущих выборах. Видимо, в контексте того, что в минувшей неделе Хабиров умудрился опуститься на предпоследнее 13 место в рейтинге губернаторов Поволжского федерального округа. И Комаров, безусловно, интересовался в присутствии, кстати говоря, силовиков, как в подобном положении Хабирову удастся обеспечить минимум 40% явки граждан на выборы и как минимум 60% в свою пользу. Очевидно, что крестясь обеими руками Хабиров уверил посланника Путина в том, что все случится в самом лучшем виде и народ Башкортостана не ударит в жидкую баймакскую грязь лицом своего любимого Атая. Далее на оперативном совещании обсуждали состояние дорожной сферы республики и ситуацию на дорогах. Министр транспорта и дорожного строительства Любовь Минакова заявила о том, что в минувшую неделю произошло 49 ДТП, в них пострадало 58 человек и погибло аж 10 человек. Статистика смертности на дорогах в Башкортостане продолжает бить рекорд прошлого года и уже на 18 человек погибло больше, чем за тот же период 2023 года. Хабиров мрачно слушал Минакову и по завершении ее речей сделал несколько таких ремарок, процитирую Хабирова, «Мы видим постоянный ущерб дорогам». Судя по всему, Хабиров говорит о непрекращающихся дождях. «Пара десятков мостов пострадала», заявил Хабиров. Да что уж там, Радий Федорович, пострадало, смыло ваши мосты, которые были сделаны из чего-то очень непристойного и веток. И Хабиров завершил свою тираду по поводу дорог необходимостью определиться с планами на 2025-2026 года и не обманывать при этом людей. Прямо, скажем, концептуальное заявление сделал Радий Фаритович. Не обманывать людей – это совершенно не свойственно для него и его администрации. Собственно, тем самым Хабиров дал понять, что никакого улучшения в текущем году с дорогами в республике не предвидится, несмотря на то, что он переизберется на второй срок. Очевидно, что Радий Фаритович растерян и не понимает, как представлять дорожную сферу региона в положительном свете. Ответ на эту загадку очень прост – никак. За пять лет правления Хабирова дороги региона превратились из плохих в очень плохие. И никакие манипуляции цифрами и прочими понятиями не помогут для того, чтобы представить эту ситуацию иначе, потому что эта ситуация у нас ежедневно перед глазами. Ужасные башкирские дороги видит каждый житель Башкортостана. В связи с тем, что погодные условия в республике не улучшаются, было решено не обсуждать в целом ситуацию в аграрном секторе региона, чтобы, как говорится, народ не пугать. Тем более, что перспектива урожая более чем туманна в этом году и дождь за окошком не перестает лить, соответственно, чего уж там перед выборами людей расстраивать. Поэтому решили заслушать министра сельского хозяйства республики Фазрахманова на тему стремительного развития малых форм хозяйствования на селе. Ильшат Илдусович бодренько поведал нам о том, что в республике Башкортостан свыше 8 тысяч малых и средних сельскохозяйственных предприятий. Правда, производят они всего лишь 15% всего объема продукции. Но это не смущало министра Фазрахманова. И он заливался соловьем, рассказывая о том, что за пять лет через его Фазрахманова руки и руки Минсельхоза республики Башкортостан протекло более 3 миллиардов бюджетных грантов для фермеров республики Башкортостан. Об этом почему-то Фазрахманов заявлял с особой гордостью. То есть 3 миллиарда рублей они, как говорится, отфильтровали в свое ведомство. Но особые надежды министр Фазрахманов возлагает на развитие агротуризма в Башкортостане. Понимаете, да? Не производство зерна, молока, мяса, там еще какой-нибудь совершенно ненужной ерунды, а именно на развитие агротуризма. Очевидно, что болтовня о поддержке фермерства в формате оперативного совещания, конечно, была призвана отвлечь внимание от катастрофы с уборочной кампании, которую, собственно, конечно, спровоцировала и погодные условия, но и в целом организация сельского хозяйства в республике Башкортостан не выдержала этого вызова, этой угрозы. И, соответственно, в этом году очевидно, что мы увидим минимальный урожай за последние много-много лет. С тех пор, как власти Российской Федерации начали потихоньку удушать YouTube, и многие наши подписчики потеряли возможность смотреть наши передачи, мы предпринимаем ответные меры, мы начинаем размещать наши выпуски на платформах, например, ВК-видео, и обязательно подпишитесь для того, чтобы видеть регулярно наши передачи, подпишитесь на канал «Открытая политика» во ВКонтакте. В последнюю неделю несколько сотен человек уже это сделало, сделайте и вы. Также в Телеграме мы будем выкладывать независимо сжатые по формату нашей выпуски целиком, и будем выкладывать отдельно по сюжетам. Так что не пугайтесь, сюжетов, возможно, количественно станет больше, но это все будет одно и то же. Мы ищем и находим способы донести до наших зрителей и подписчиков ровно тот же объем информации, который был до начала удушения YouTube. И, конечно же, не забывайте помогать нашему каналу, помогать материально. Вот расчетный счет, через который вы можете это сделать. Это абсолютно легально, законно и правильно, потому что нужно поддерживать независимые источники информации. А также не забывайте ставить лайки, перепущивать наши сюжеты в своих соцсетях, писать комментарии. Все это нам помогает понять, что наша аудитория нас слышит, общается с нами, и мы делаем общее дело. Обсудили на оперативном совещании 12 августа и ситуацию на рынке труда. Ленара Хакимовна Иванова, в последнее время редко бывающая в эфирах оперативок, сообщила, что общий уровень безработицы в Республике Башкортостан рекордно низкий, всего полтора процента. И это ниже уровня в среднем по Российской Федерации и по Павловскому федеральному округу. Госпожа Иванова озвучила цифру работающих в Республике Башкортостан. Это почти половина всех жителей. 1 миллион 942 тысячи человек что-то делают, где-то работают в Республике. Иванова твердо заявляет о стабильности на рынке труда в Республике Башкортостан. При этом она констатирует, что, цитирую, вся республика нуждается в кадрах. Главным достижением Ленара Ивановой она считает попытку решения кадровой проблемы в МПО. Она трудоустроила туда за последние два года аж 215 человек. При этом усилия госпожи Ивановой вовсе не бескорыстны и абсолютно не бесплатны для республиканского и федерального бюджетов. Например, 145 миллионов рублей госпожа Иванова планирует героически освоить через свое ведомство на ниве монтажа модульных кадровых центров в отдаленных деревнях и районах Республики Башкортостан. Тут, как говорится, слов нет. Разводим руками. Гениальный вариант освоения бюджетных средств. Построить красивые пластиково-стеклянные будочки где-нибудь в Бураево, Старосубханкулово или Месигутово и на этом можно отчитаться о том, что мы ведем суровую борьбу с кадровым дефицитом в Республике Башкортостан. Конечно же, госпожа Иванова не стала отчитываться о том, в каком количестве Башкирию покидают выпускники школ, чтобы уже никогда больше не вернуться в Башкирию на работу после окончания вузов. В каком количестве покидают регион специалисты высокого уровня в поисках нормальных условий труда и зарплат, потому что в Республике Башкортостан сложилась абсолютно катастрофическая ситуация с зарплатами, с социальной сферой, с уровнем жизни, со стоимостью жизни. «У нас очень дорого стоит жить в Республике Башкортостан, и у нас очень мало платят зарплаты». Об этом, конечно, Ленара Хакимовна рассказывать не стала. Зачем расстраивать дорогого Радифаритовича и вообще картинку портить прямо перед выборами? Был на оперативном совещании в правительстве Республики 12 августа и один загадочный, какой-то странный доклад. Собственно, доклад этот был о выделении земель для стройки и туризма. Руководитель регионального Росреестра Петр Клец сообщил, что в рамках федеральных проектов «Земля для стройки» и «Земля для туризма», Росреестр совместно с Минземимуществом ищет, выявляет и находит на территории Республики Башкортостан участки земель, пригодных для строительства и туризма. Найдя эти участки, Росреестр и Минземимущество размещают предложение об освоении этих участков на специальном сайте, где все желающие могут попытаться получить эту землю в пользование. Сам по себе термин «выявление» применительно к земельным участкам звучит довольно сомнительно. Собственно, подобное выявление наводит на мысль о том, что в Республике Башкортостан у государственной власти отсутствует всеобъемлющее понимание, сколько есть земли в Республике Башкортостан, кому она принадлежит, как используется и как ее можно использовать, если для этого нужно создание специальных комиссий по поиску и выявлению этих земельных участков. Хабиров, выслушав этот доклад, прямо скажем, очень странный доклад, заявил о том, что в вопросах выделения земли он в крайней степени либерал, он против всяких формальностей, крючкотворства, документов и так далее, взял и дал землю. И действительно, мы знаем много примеров, когда друзья, товарищи, соратники или просто очень широко улыбающиеся коммерсанты получают лично от Хабирова прекрасные, очень заманчивые на дело земель, без всяких лишних проволочек. Хабиров просто подписывает указ и дает хорошим людям земельные участки. Все прочие, правда, должны пройти круги ада, оформляя эту землю на себя, если вообще им это удается. Но, тем не менее, Ради Хабиров очень гордится своим либерализмом по части выделения земельных участков.